В Череповце полным ходом идут капитальные ремонты жилых многоквартирных домов. Внушительная часть из этих домов ремонтируется за счет накопленных на спецсчетах собственников средств. И эти собственники сами решают, какая подрядная организация будет выполнять им ремонт и какую сумму на него потратить. На сегодняшний момент по городу Череповцу в программе капитальных ремонтов у нас участвует 1633 дома. Уже на сегодняшний момент 734 дома накапливают средства на специальных счетах. Практически 50% домов по городу Череповцу у нас формируют средства на общем счете и 50% на специальных счетах. Уже более трех лет мы производим накопление средств. Соответственно, люди на данных специальных счетах уже накопили достаточно объема средств. И управляющие компании, собственники хотят производить капитальные ремонты. Вот в прошлом году было выполнено на 20 домах ремонты по специальным счетам. Уже за первые полугодия только этого года уже на 20 домах были отремонтированы. То есть мы ожидаем как бы рост как минимум в 2-3 раза. Если законодательно на сегодняшний момент, когда работы выполняет фонд, процедура полностью прописана. Это создается комиссия, в которой принимает участие фонд, собственники, управляющие компании, подрядчик, строительный контроль. Муниципалитет обязательно входит в комиссию. То на специальных счетах все законодательно отдано на усмотрение собственников. И они уже на общем собрании должны принимать решения. То есть кто будет контролировать, сами они будут, либо они будут нанимать дополнительный строительный контроль, либо вот как в данном случае уполномочит управляющую компанию заниматься строительным контролем. То есть все отдано на усмотрение собственников. Поэтому и ответственность, конечно, полностью за выполненные ремонты, она ложится на собственников и подрядную организацию, которую они нанимают. Специальная комиссия побывала на двух крышах домов, где капремонт осуществляется по спецсчетам. Первые осмотрели крышу дома номер 5 на улице Насеткина. Качество ремонта здесь неудовлетворительное, отмечают в управляющей компании. Но такой вариант выбрали сами жильцы. Вот это вот вы откуда взяли? Что это для технологии? Вот это вот. Да, может быть вы нам документ, ссылку на документ какой-то дадите. Где вот это? Может быть, карта через год, через два, под ковром. Почему вы так считаете? Потому что тепловой эффект пойдет под ковром, она у вас вся рассыпется там. Выбрали оптимальный вариант, очень долго выбирали различные варианты, частичный ремонт, ремонт полностью всего дома. Подобрали оптимальный вариант, который устроил собственников, и сейчас работы мы эти производим. Проблема какая здесь существует? Есть у дома спецсчет, региональный оператор вещей. То есть было проведено собрание, было принято решение, выбран подрядчик, смета была подготовлена, то есть, ну и капитальный ремонт крыши, то есть, приступила. Смета была предоставлена, мы ее не утвердили, потому что отсутствовал ряд работ таких важных, как стяжка, выравнивающий слой устройства, демонтажа тут тоже было заложено очень мало. Смета сразу вызвала у нас вопросов очень много. То же самое департамент эту смету не утвердил, то же самое, те же вопросы были. Но так или иначе, собственники напрямую с подрядной организацией выбрали, начали вот этот капитальный ремонт. То есть по данной крыше мы, конечно, выходим, все фиксируем здесь. Подписывать тоже мы такую крышу не будем ни в коем случае от управляющей компании. В дальнейшем ответственность, на ком будет лежать, в случае протопления нетрудно догадаться, что опять будет вопрос висеть в воздухе. Вторая крыша на доме номер 61 Октябрьского проспекта ремонтируется более слаженно. Здесь работы уже идут к завершению. На данном доме, да, Октябрьский 61, мы видим, когда собственники, управляющие компания, совместно произвели отбор подрядчиков, осмотрели дом, приняли, утвердили перечень и объем работы, стоимость, которая должна быть. И, соответственно, мы видим совершенно другую картину. Перешли на спецсчеты, постоянные жалобы от собственников верхних этажей. Тут очень много квартир. Своими силами мы то, что могли, несколько лет поддерживали, делали текущие ремонты. У нас есть хороший совет дома на этом доме. Собрались с собственниками, обсудили вопрос, вышли, посмотрели и стали заниматься выбором подрядной организации. Вынесли на общее собрание и на основании этого приняли решение. Жильцы нас ходят контролировать, доступ для жильцов всегда есть. Они предупреждают, что мы их встречаем. Фотоотчет постоянный в управляющую компанию. То есть проводим работы, делаем фотографии, отправляем им. Постоянное присутствие, постоянная фотосъемка со стороны жильцов. Ну и мы, как управляющая компания, каждый день присутствуем на доме, смотрим за ходом выполнения работы. Соответственно, мы считаем, что, конечно, в данном случае, если сравнить два этих объекта, здесь выполнена гораздо качественнее работа. И я думаю, данная крыша будет прослужить гораздо дольше, чем на предыдущем многоквартирном доме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok